Всем привет, с вами Диктофон, и вы не поверите, что это за игра. Это реально Роблокс. Просто в комментариях мне многие зрители написали о том, что есть довольно-таки интересные игры в жанре Tower Defense в Роблоксе. Я решил несколько посмотреть, и здесь я прошел всего где-то пару карт, и они, в принципе, как по мне, довольно-таки интересные. Нам надо точно находить карту, которая изи. Как видите, у меня только второй уровень, я чуть-чуть совсем поиграл, то есть вот в магазин. У меня, в принципе, накопилось немного денег. Наверное, надо открыть какую-то башню. Ой, что-то это совсем дорогой, диджейский стенд. Де мамам. Кабум, отличный... Ой, ой, куда ушел? Отличный сплэш, урон, хорошая та башня для начинающих. Давай тогда ее купим. Поставим, наверное, как это сделать. Так, оборудовать. 450 стоит. А что значит оболочки? А, то есть мы можем еще внешность, да, менять, как я понял? Ну, сейчас посмотрим, что у нас так вот получится. Выбираем, наверное, легкую карту. Они постоянно обновляются. Нам бы желательно, правда, найти какую-то легкую. Потому что поначалу я играл только на нормальных. Потому что я легкие вообще не мог найти. А сегодня я как-то зашел и увидел пару легких. Поэтому все, нам точно нужна именно она. Я еще в предыдущей игре, кстати, в опаусе с одним человеком. Нечаянно причем. То есть меня это прям удивило. И это был американец. Наверное, ребенок какой-нибудь. Ну, не, ну, прикольно. Типа мы... Конечно, мы быстро очень слились. Он сам был в шоке от этого. То есть он, типа, пишет, как так? Почему так сложно? Я говорю, да не знаю. Вроде пока обычно. Поэтому мне еще также интересно, если вы знаете вот про эту карту, то напишите в комментариях, пожалуйста, действительно ли тут, ну, деньги делятся на двоих. Например, если нас двое, то все полученные... О, давайте выбираем карту. Тут пока есть на изи. А тут что-то вообще нормально нет. Карта называется Гавань. То есть тут еще... О этой карты, или как тут называется, я не знаю, говорить... О этого... Этой мини-игры в Рублоксе. Такая локализация, знаете. Переведена... Что-то не переведено. Вот, кстати, называется Tower of Defense Simulator. То есть вот самое вот обычное. Посмотрим, как она вам вообще. То есть мне очень даже будет интересно. О том... Ну, чтобы вы нацели в комментариях, интересно ли вам эта игра. Стоит ли нам иногда в нее заходить. Следовательно, мне... Надо будет играть в нее, наверное, по часу, чтобы... Как это... Выбираем, конечно, режим нормальный. Потому что мы с ним пока что с другими не справимся. Сейчас я тут... Ой, ё... А, музыка тут что-то... Опять большая у нас. Башни. Так, где-то вот так будут. Эмоции потише. Так, защищать вот отсюда. А здесь у них вход. Немного разбирался. И, наверное, вот сюда нам надо первую башню поставить. Чтобы там как можно больше радиуса попадало. Так же одно вот сюда. Ну, что у нас тут такой чел крутой? И как? А, так, тут на английском нам сейчас устанавливают о том, что мы должны... У них юнитов устанавливать, чтобы справляться со всеми зомби. В принципе, пока все должно быть нормально. Так. Мне даже интересно, впервые ли он играет или нет. Потому что даже я, когда первый раз играл, я, в принципе, разобрался с чем да как. И, кстати, у нас 118 хп. Как это? Почему? Обычно вроде бы 100. А тут что-то как-то... То есть, у нас, может, у него какие-то бонусы есть? Может, он на кого-то копит? Сколько вопросов? Так мало ответов. О, он квад поставил. Пироманта. Так. Давайте тогда голосуем. Я, в принципе, попробую разобраться с ними. Да, я должен все уладить. Раз он поставил пироманта, то они, наверное, прям крутые. Ну да, вроде. Действительно. Нам, конечно, до таких, наверное, еще далеко. Но они, наверное, очень дорогие стоят. Точнее, очень дорого стоят. Надо, кстати, поставить одного вот этого. Нашего. Нового. Какой-то у него радиус, кстати, маленький. Я чего-то такого не ожидал. Так, давайте, может, этого продадим. И на место этого сюда поставим. Я сдряма, наверное, что-то продает. Я сейчас... Ну, вижу, для того, что он довольно-таки опытный. В том плане, что у него хотя бы есть башня какая-то нормальная. Я очень сильно надеюсь, что он чуть-чуть не будет на меня бомбить. Он скажет, да нормально, сольемся и сольемся. О чем он тут? О чем он тут? Просто так играем, ведь... Вот такую реакцию мне и надо. Так, куда бы нам тут снайперов поставить? Снайпера тут на крыше. И, кстати... О, чего? О, чего это за машина? Хаммерки как? Это его машина? В чем прикол? Так... Я даже и не знал, что такое существует. И что он делает? Он типа нанесет 25 урона? Ну, видимо, да. Он еще отправил. Так, нет, пока мы не ускоряем. Наверное, тут вот двух снайперов поставлю. Ну, мы с ними должны вот с этим боссом точно запросто справиться. То есть нет никаких таких сложностей. И эти хаммеры, что ли, теперь будут постоянно так съездить? А, это военная база! Офигеть! То есть вот он поставил военную базу, и, видимо, из нее вот будут пролетать. Так, немного сделал башню потише. Потому что все-таки они очень шумные, как по мне. Так, обычный босс. Хотя, вот не знаю, потом вот... Мы сейчас хотя бы давайте до 60 сделаем. Потом мне что-то пишите в комментариях, как вообще вам по звуку. Потому что я до конца не понимаю. Upgrade all to level 2. Да, I know. Сейчас. Сейчас я ему напишу. С одной стороны, кстати, прикольно, что тут можно, типа, болтать с кем-нибудь. Он мне тут просто советует проапгрейдить всех до второго уровня. Кстати, и не второй уровень нужен. Тут желательно даже быть третий. Потому что тут, видите... Скрытые пошли. Пошли. Look. No killing. Ну все. Двое пройдут. Ну я прокачивал, кстати. Надо было до... А, до второго уровня. Да, реально, кстати. Invisible Boys. Есть. Не знаю, как нам его ответить нормально. Я видел Белл Бой с приводить по-каку невидимые мальчики. Так. Стори. Надеюсь, так пишется. All safe. Да, извини. Блин, так, наверное... Это странно. Но он такой норм... Ой, но он пробовал. Блин, какой позитивный теник. А, так. Вот здесь этого... Демон Мама. Я вообще не знаю, в чем его прикол. О, кто-то посмотрит, как у него радиус и так увеличился. Так. А какой у него урон? Общий урон 8. Всего потраченных... А, вот его. Вейн... А, нет, военная база. Кстати, вот смотрите, общий урон 73. Тут оказывает... Ого! Мини-гунер какой-то. То есть тут отображается общий урон, сколько они нанесли вообще. То есть это прям... Как помню, очень даже круто. Кстати, надо немного все-таки наших прокачивать. Потому что я немного чувствую ответственность. То, как бы наш союзник, он такой, типа, крутой. Так вот, всем нам прям помогает. Во всем так говорит. Блин, жесть. Так-то у него очень крутые герои. Я до этого-то не попадался ни с кем. И... Играл один. И вот только прошлая игра мне попалась с каким-то человеком. Но он, видимо, по локам сам тоже не умел играть. А здесь прям как-то видно, что челик-то шарит. Сейчас я на сильнейшего тут поставлю. Как-то очень все тяжело получается пока что у нас, к сожалению. Ну вот с некромантом мы, наверное, должны справиться. То есть как тут... Четыре... Пять военных баз. Офигеть. Офигеть. О... Я даже тут с полком не считаю, что пишет команду, еще он просто пишет. Вау, это невидимые юниты. Поставь того-то, того-то. Или вот, вау, это такой-то, это такой-то. Это ставь тоже кого-то такого-то. Типа, спасибо за инфу, я пока и так обойдусь. Блин, ну реально. У нас что-то в тиме пался очень крутой челик. И это, во-первых, меня очень радует. Может быть, мы сможем далеко пройти. Потому что у меня был максимум рекорд 20 уровень. На 20 уровне там прям тяжело уже было. Дальше я не мог пройти. Так. Ага. Бонус дали денежный. Двойная база так-то хорошо. То есть у них по 25. Кто знает, сколько это стоит вообще? Надо потом посмотреть. Кстати, как это эффективно-то работает. Все-таки, наверное, по-моему. И я сейчас действительно как бы всей душой. Надеюсь, что... Видео будет не громкое. Именно звуки из игры. Ненормально, что идет. Так. Ах! Медленный босс! Это ужасно, ребята! Так. Ну, кстати, вот наши вот сейчас бьют. Вот эти вот мини-гунер. Он еще очень крутой. У меня тут снайперы и обычные скауты. То есть у меня два прокачанных обычных скаута. Прям на максимум. Тут еще демоман. В принципе, норм. Снайперы прям будут бить до последнего. То есть много урона наносить. И при этом тут еще ведь хаммеры, которые наносят по 25 урона. Порой. А урон-то это не маленький. Ну все, да. Мы точно с ним справляемся. Это очень здорово. Так. Демом нанес 57 урона по итогу. Так. Этот наш скаутный из почти 1000 урона. Жалко, что мы не можем посмотреть на этих юнитов союзника. Ну, чтобы посмотреть, сколько они наносят урона. Так. Я бы, наверное, еще хотел прокачать снайпера до последнего. О! Все, хватает. Теперь он, посмотрите, он просто видит всю карту абсолютно. С самого начала будет стрелять. И урон, кстати, нормально наносить. Что-то прям радует. Тут тоже два некроманта. Сразу же. Так этот скаут хорошо по урону идет. Это тоже нормально, в принципе. Ну, конечно, с его. Не сравните. Диджейский стенд. Интересно, что это дает. Что происходит? Во-первых, музыка такая. И как бы непонятно. Мы как раз таки видели его в магазине. Что он довольно таки очень дорогой. Так он с демоман. На подстраховке я, конечно, не знаю. Наверное, зря я его именно туда поставил. Ну, да ладно. Кстати, немного очень жаль и, наверное, странно, что у нас тут максимум это пять слотов. Ну, это, в принципе, типа... Ну, для нас-то пока что это не жаль. Потому что у нас всего три зомби вообще открыты. Ой, три зомби. Три юнита открыта. Это фотон. Типа, когда у нас будет много открыта и за всех захочется поиграть, мы не сможем, например. Так, с этим мы должны тоже справляться. Это, кстати, двадцатый. Ё-моё, я только сейчас это понял. Так. Какой будет сильнейший. Сильнейший. Какой бы всех били. Их тут два сразу же. Это ужасно. У них очень много хп. И чё, действительно, что ли, не справимся? Или справимся? Очень страшно. Реально. Так. Я сейчас числом буду забивать. А чё? А. Чтобы хоть чуть-чуть, но дополнительно урон наносился. Там он чё-то написал. Он чё? Я не понимаю, чё он там написал. Дима ман чё? А. Плейт Дима ман. А. Типа, надо его ставить. А. Типа, надо его ставить. 2-2-да. Ну, чё, оно бывает. Видимо, 20-й уровень. Он пока что для меня, ну, реально очень сложный. Вы потеряли. 53. Денег. Коинсов. Монет мы получили. Таак. 35 экспи. Нормально. И 8 осколков Вот, кстати, интересно, для чего у нас осколки Так, сейчас вот вернемся в вестибюль И посмотрим, в принципе, как вообще все работает Потому что я пока что Толком, наверное, ничего не понимаю Кстати, у нас третий уровень Так, магазин Ну, денег у нас, конечно, мало Кстати, давайте посмотрим Диджейский стенд, это 4000 А потом, что у него, пироман 2000 Так И кто у него тут еще? Я его найти не могу Где это? Реально А я один не могу найти Его второго Героя, которого он уставил Я забыл, как он, конечно, называется Боявление Вот, вот, не все, что ли? То есть тут есть еще какие-то покруче Типа, или как это? Башни Ну, реально И вот, я не понимаю А, вот, мини-гунер То есть он на пятом уровне открывается Тут верная база Что-то у меня все дошло Это что-то это Так, морозное сражение События Типа батл пасс какой-то Так, эмоция Базовый ящик нам дастся на первом ранге Или у нас уже первый ранг В любом случае Нам еще долго Очень расти до всего этого Поэтому мы можем отправиться Выполнить еще одну карту После чего Я не знаю Может, наверное, заканчивать серию Вот, давайте с ним пойдем Тут нас аж трое будет Это же карта, конечно Четверо Ого Слушайте, может мы сможем далеко пройти Я, конечно, ничего не понимаю С вами будет Треки Егор Е Про Э, откуда ушел? И Матео Биг Да блин У нас один ушел человек Как бы у нас было бы четверо Было бы вообще, наверное, круто Ну, трое, наверное, тоже неплохо Мы посмотрим, вот, как получится Я еще, кстати, ну, вот до этого Играл на легкой карте И она была настолько ужасная Если что-то Мы не будем ее выбирать Связана с той Типа игрушки Какие-то Она просто очень светлая Ой, какой Не надо Давайте простой режим Вы чего? Ой Вы понимаете Если похоже Маска И не буду За что? Вы чего? Давайте сразу Снайпера поставим Хотя, не знаю Так Блин Я же ничего толком сделать-то не смогу Так Давайте Поставьте кого-нибудь Нет Ни одного же мне ставить Вертолю вот какую-то Ой Понятно Они базу тут все поставили А почему тут Треки такой Огромный? Он прям Очень высокий Намного выше, чем я даже Так Смотрим Первую волну В принципе Вообще Легко справились То есть это Что это такое? Эй Эй Спила Мотелла А где-то она расположена Типа А, ну вот Да Понятно Ну прикольно Не, сейчас, сейчас Не волнуйтесь Я разберусь Вы на меня надеетесь? Не зря Я тут вам еще Сейчас снайпера поставлю Кстати Как тогда Так и сейчас Человек прям ставит Военную базу То есть она реально Такая полезная Что ли? Что значит соло? Так Соло, соло Вот и когда Вот эти вот решетки У меня это Ассоциируется Только с матами Но Это скорее всего Не маты А он просто Что-то писал Что значит соло? Я не понимаю Эм Да, блин Что Эй То Значит Твое соло Я не понимаю Ну раз он написал на русском Русский Значит он должен понимать Меня Это значит Чего? Значит Соло Соло Что это За шифр Роблоксеров Я не понимаю Так Удали пистолета Я не могу Я тут Видео снимаю Как вы ставите Ставь только Снайперов Окей Ну го Давайте Действительно Попробуем Попробуем Тащить На снайперов И давайте Вот сейчас Ну вот Я тут Несколько Вставлю А в чем Ну вот Прикол Конечно Сложно Непонятно Попробую Попробую Всех Втулить Чтобы было Все норм Чтобы было Побольше Как никак А в чем Так Правда Деньги У меня уже Заканчиваются Может быть За это Дают Какие-то Дополнительные Бонусы За то Что мы Используем Только Один тип Урона Ну давайте Так И сделаем Что я Не знаю Так Кто-то Уже Проголосал Идет Дальше То есть Вот Кто-то У нас Использует Только Военные Базы Кто-то Только Одно Из Пила Вот Его Прокачивает А мне Будет Только Снайпера Ну Еще Действительно Если Вы Знаете Ну Вот В комментариях Что К чему Это Хорошо А Зачем Это Делать Давайте Даже Сейчас Вот Узнаем Ну Типа К чему Это Вообще Прикол Такой А то Может Ну Действительно Дадут Бонусы А я Не знал Что Он Говорит Снайперы Короче А Понятно Тогда Все Ясно Блин Я Думал Что Тут Какие-то Бонусы Будут А Это Просто Что Я Слабых Ставлю Ему Не Нравится Так Давайте Прокачиваю Немного Все Так Своего Снайпера Так Даже Еще Одного Надо Сделать Чтобы Он Видел Эти Темных Или Как Они Тут Так Ну У меня Два Снайпера Таких Вот Видят То Сейчас Я Буду Дальше Прокачивать У меня Все Становились Посильнее Раз Так Мы Собираемся Делать Конечно Если честно Я пока Не очень Понимаю Прикола Далеко Мы сможем Так Пройти Если Я буду Ставить Одних Снайперов Если Он Действительно Советует Такое То Может Быть От Этого Есть Прок Есть Польза Краймер Пока Что Чуть Полу Рона Я Не Вижу Чтобы Они Нереальное Количество Насили У нас Тут Прям Это Хамеры Хамеры Одни Хамеры Так Опять Скрытые Ну Вот Эти Базы Должны Управляться С ними Хамеры Точнее И Мои Снайперы Тоже Должны Помогать Так Прокачаем Еще Снайпера Теперь У него Прям Очень Крутый Радиус Он Должен Все Нормально Видеть Вот Мне Интересно Кстати Вот Сюда Тоже Ставится Да Кстати Здесь Ставится Здесь Ставится Ну Здесь Да Здесь Было Наверное Не Честно Здесь Тоже Ставится Но Все Равно По-моему Вот Это Самое Элитное Место Потому Что Отсюда Снайперы Ну Видят Всю Карту Просто Не Храдят Везде И Того Удобнее А Спил До Сих пор Второго Уровня Может Очень Дорогие Прокачки Стоят Войны Базы Все Кстати Второго Так Как Тут Обычный Босс Тайный Уничтожается Так Я не знаю Как у меня С своими Снайперами Вот Этого Ну Так Кстати Хоть Какой-то Урон Они Наносят Все Равно Виден Какой-то Результат Хотя Если Честно Я Вот Сейчас Вот Так Вот Смотрю То Действительно Можно Было Просто Мне Поставить Самых Обычных По-моему Они Действительно Тоже Нормально На сторону То есть Это Как-то Именно Ему Такое Не нравится Все Устраивает Так И С другой Стороны Я понимаю Что Если У нас Сейчас Вот Такие Вот Трудности Что Будет На Двадцатой Волны А Вот Сейчас Вот Уже Давайте Делаем Так Чтобы Сильнейших Била Наша Башня Наша Снайпера Потому Что Вот Некромат Его Точно Надо Уничтожать Расплавленный А тогда Не было Таких Из-за того Что мы Выбрали Точнее Как Они Выбрали Сложность Сложность Побольше Чем Была Как С ними Так Справляться Нет Не надо Пока Да Блин Тут уже Следующий Вызвал Так С Некромантами Да Некромантов Нет К счастью Это Кто Так Стреляет Это Военные Бады Еще Так Начали Стрелять Слушайте Это Очень круто Удобно Так С расплавленными Все Мы Должим Справиться Еще Идут Кстати 80 Ой 81 21 Волна То есть Это Мой Рекорд А При Этом Ну Типа Тут Даже Нет Боссов Который С 1600 ХП То есть Странно Казалось Бы Эта Сложность Должна Быть Посложнее А Это Не Очень Заметно Ну Да Ладно Для Наши Лучше Жаловаться Не Будем Так Здесь Мы Кого Ничего Сможем Разместить Вот Сюда Право В полотную Посмотрите Как Сказ Все Будет Снайперов Так Ладно Пока Что Этого Хватит Спробуем Накопить 4000 Чтобы Ой Вот тебе Медленный Босс А Так Не Хотелось Ну Сейчас Действительно Очень Очень Много Снайперов Может Нормально Все Будет И Хаймера Кстати Посмотрите У них Уже 60 КП То есть Мало Того Что Да Хватит Ускоряйте Нереально Мне Страшно Что Происходит Что Происходит Ой 4000 Давайте Прокачиваем Снайпера Все Таки Мы Тоже Насили В Нашу Битву Хороший Импакт Еще Один Медленный Босс Ну Все Мне Кстати Кажется Что Это Слив Не Надо Было Так Ставить Это Сложно Не Надо Все Дальше Идти Я в шоке Как это Работает Что За Тактика Такая Сливается Быстро Ну Сейчас Мы На 25 Прогресс Рекорд Рытый Босс Что Он Так Все Протаранил И Причем Так Еще Хорошо Выжил Да Да Вы Потеряли О А При Этом Тут Смотрите Сколько Денег 175 46 XP 10 Осколков Денег Там Намного Больше Получили Что У Нес В Голове Такие Сомнения Типа Как Вообще Играть В Эту Игру Если Как Люди Дальше Так Ну Пошел Прокачкой Доходит 25 Волны Всего Или Это Я Правда Знаете После Блунстады Считаю Что Если Мы Не Дошли До 100 Раунда То Значит Игра Не Вдалась Может Тут Не Так Работает Что Тут За Награды Помогите Защитить Кибер Город От Арб Врагов Достигните 30 Спасибо Что Протестировали Хардкорную Бета Версию И Побили Ее То Есть Тут Видимо Какие-то Наград Даются Вот Здесь Какие-то Еще Результаты Я Не Очень Тут Понимаю Так Башня Ферма Зарабатываете Дополнительные Деньги За Волну Чем Выше Повышение Тем Выше Доход Полезно Это Банановая Ферма Поэтому Будем Тогда Потом Раскачиваться Продолжать Играть Если Вам Понравится Пишите В комментариях Как Вам Это Кастомка Может Кто-то В нее Уже Играл Какие-то Есть Советы Для Меня Ставьте Лайк Подписывайтесь На Канал А С вами Был Диктофон Всем Удачи И Всем Пока Субтитры Субтитры